МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Рина Корчегина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Дистанцироваться и закрыть свой рот маской. Власти намерены ужесточить меры, чтобы сдержать ковид-19. Мужчины тоже плачут. Больше тысячи пчелосемей погибли в нескольких районах края. В парке Изумрудной обнаружены признаки жизни. По вечерам там стали проводить бесплатные тренировки для барнаульцев. Рост продолжается. За сутки в Алтайском крае выявили сразу 188 заболевших ковид-19. По-прежнему в лидерах Барнаул – 77 инфицированных. Следом БИСК – там 23 человека. Сегодня в регионе скончались 4 пациента с диагнозом коронавирус. Резкий рост числа больных обсудили накануне на экстренном совещании в правительстве края. Дмитрий Попов, министр здравоохранения региона, сообщил, что растет и число пациентов с тяжелым течением болезни. Заседание было эмоциональным, но все его участники оказались едины во мнении, что необходимы срочные меры по снижению заболеваемости. Вероятнее всего это будет ужесточение контроля за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других мер. Озвученные предложения лягут в основу решения оперативного штаба, заседание которого состоится завтра, 9 июля. Своё отдельное обращение к жителям края уже записал министр спорта региона Алексей Перфилев. Он отметил, что среди спортсменов, которые за прошедший месяц тренировались с соблюдением всех правил безопасности, заболевших нет. Петиция против коронавируса, она не сработает. А вот маска, выполнение указа губернатора, здравый смысл, инстинкт самосохранения сработает, проверено. Прошу вас, станьте, пожалуйста, правильным примером. А примеры у нас пока не очень положительные. Спустя полтора месяца мы решили вновь пройтись по торговым центрам, проехать в общественном транспорте, прогуляться по детским площадкам, чтобы узнать, почему барнаульцы, а в нашем городе самое большое число больных, не соблюдают масочный режим, который никто не отменял. Передаю слово Никите Ермакову. Они везде. В магазинах, на остановках и в общественном транспорте. Люди без масок. Отчасти по этой причине количество заболевших за последние 4 дня в регионе с привычных уже 70 в сутки выросло почти до 200. Причем сами барнаульцы уверены, дело в их же халатности, к себе и другим. Уровень ответственности каждого конкретного индивидуума на таком уровне. Если он ответственность держит, соответственно, он все меры предосторожности соблюдает. Либо государство должно наказывать очень строго, как там в Сингапуре, либо где-то. Очень много людей, очень много, кто не носит маски. Один как дурачок ходишь в ней. Поэтому, мне кажется, чем больше рост заболеваемости, тем, наоборот, люди расслабляются. И это при том, что на входе почти в каждый магазин и отдел торгового центра висит напоминание. Без маски не входить. Но входят спокойно. А почему бы и нет, ведь никто не проверяет. Не соблюдается, казалось бы, и обязательная термометрия. Как, впрочем, и дистанция, хотя бы в полтора метра. Желтые и красные полосы на полу практически все игнорируют. Как считаете, люди соблюдают на дистанцию или нет? Нет, сейчас уже не соблюдают. Ни в транспорте, ни в магазинах, ни, вот как видите, на детской площадке тоже. Все вышли на улицу, не соблюдают массовые сборы, отмечают, компании, ничего не боятся. Такое чувство, что люди даже не знают, что во всем мире пандемия. Бороться с пандемией уже всем привычными методами, соблюдением дистанции и ношением масок призвал сегодня министр здравоохранения Дмитрий Попов. Он в очередной раз попросил жителей ответственно подойти к своему здоровью. По его мнению, это позволит снизить количество новых случаев заражения. Сегодня массовое распространение внутри, в первую очередь в городе Барнауле, там, где большая скучность населения. Поэтому, коллеги, уважаемые граждане, еще раз настойчиво рекомендуем соблюдение масочного режима. Ведь вспомните, пожалуйста, апрель, май месяц, когда у нас достаточно жесткая была самоизоляция. Мы не видели такого уровня распространения инфекции. Росту инфекции планируют препятствовать и в Роспотребнадзоре. По их словам, в ближайшее время совместно с полицией они проведут профилактические работы среди основных возрастных групп риска. В последние дни отмечается постепенный прирост заболевших в возрастной группе 18-29 лет, 30-49 лет. То есть это те группы населения, которые ведут активный образ жизни, которые посещают летние кафе, веранды, туристические базы, участвуют в массовых мероприятиях, которые на сегодняшний день не разрешены, которые отдыхают на пляжах, которые также не должны в настоящий момент функционировать. Все нарушители масочного режима будут привлечены к административной ответственности. Помогут ли такие меры, покажет время. Ну а тем, кто до сих пор удивлен, почему в Китае на победу с коронавирусом потребовалось так мало времени, советую еще раз посмотреть, какие меры пришлось соблюдать жителям Поднебесной, чтобы прийти к положительному результату. Никита Ермаков, Николай Шелко. День с толком. Между тем, оперштаб Алтайского края рассматривает возможность закрыть на карантин сразу два района. Михайловский и Ребрихинский. Решение будет принято, скорее всего, в ближайшее время. В Ребрихе в доме-интернате для пожилых коронавирус выявили сразу почти у двух десятков постояльцев и сотрудников. Всего в районе на сегодня 82 случая. В Михайловском районе на сегодня 111 заболевших. В местном роддоме открыли ковидный госпиталь на 20 мест. Сейчас там на лечении 4 пациента. По мнению главврача Михайловской ЦРБ, одна из причин роста числа заболевших – несоблюдение мер безопасности. К сожалению, народ не соблюдает никаких мероприятий, рекомендованных медиками. Поэтому распространение идет немножко не теми темпами, которыми планировалось. Я думаю, стабилизируется, наверное, ситуация, потому что мы работаем, лечим людей. А теперь к другой серьезной проблеме. Больше тысячи пчелосемей погибли сразу в трех районах края – Завьяловском, Тюменцевском и Мамонтовском. Причина – обработка полиепестицидами, уверены жители. Пасечники подсчитывают ущербы и требуют компенсации. Сейчас с нами на связи Валентина Аскирова. Она находится в Мамонтовском районе и расскажет обо всем подробнее. Это одна из пасек Мамонтовского района, пострадавшая от химобработки. Большая часть пчел здесь погибла. Рядом со мной сейчас находится владелец пасеки Геннадий Иванович Фартушный. Геннадий Иванович, скажите, пожалуйста, что произошло? Ну, произошло в ночь на 30 июня 2020 года. В дневное время АО «Орбита» производила обработку посевов рабца на полях, принадлежащих АО «Орбита». В результате чего стали гибнуть пчелы. Они предупреждали? Они предупреждали за 6 часов до обработки. А должны за 3 суток? Они должны минимум за 3 суток предупредить пчеловодов о проводимой химобработке. Расскажите про ущерб. В целом где-то в 500 тысяч в это все выходит. Я правильно понимаю, что одна пчелосемья могла дать 60 килограммов меда? Да, вы правильно. Теперь этого нет? Теперь этого нет. Это так и есть. Что одна... У нас в Алтайском крае считается нормой, если одна пчелосемья за сезон пчеловодческий дает флягу меда. А во фляге меда находится 68 килограмм товарного меда. За 30-летнюю практику пчеловодческую мою я впервые оказался в такой ситуации и не знаю, что мне делать. В общей сложности погибло более тысячи пчелосемей. Людей запугали, дали им недостоверную информацию в том, что сколько будут стоить анализы, какие нужны документы. Людям дали недостоверную информацию и многие пчеловоды просто опустили руки и ушли от решения этих проблем. Насколько тяжело сейчас вам? Вы сами видите, насколько тяжело. Что мне хочется плакать и уйти куда-нибудь вообще за глаз. Спасибо. Не знаю, Валентин, я не могу просто. Ну вот нам все на это смотреть. Все осознано своими руками. Все. Улики, платформа. Все достиг своими руками. Все это отобрали за один раз. За один день все это убрали. Чье еще хозяйство практически вымерло? О скольких районах идет речь? Почему вообще оказался возможным печальный сценарий прошлого года? Сюжет об этом смотрите в завтрашнем эфире. Есть еще одна большая проблема в сельском хозяйстве. Засуха. От нее уже который месяц страдают несколько районов. Среди них Кулундинский, Немецкий, Национальный. По словам фермеров, там все сгорает. С нами пообщался сельхозпроизводитель из Олейского района Иван Рябцев. И рассказал, что на их территории все не так уж плохо. Вчера прошел дождь. Последний был месяц назад. Поэтому прогнозировать урожай этого года он не собирается. Говорит, что уродиться то и соберут. Но предварительно речь идет о падении урожайности вдвое. От продолжительной засухи на его полях пострадали абсолютно все культуры. Завтра в Барнауле пройдет совещание, где обсудят проблему урожая этого года. Но, по словам Ивана Рябцева, впору идти молиться о дождях. Продолжим тему завтра. Проблемы этих людей понятны многим. Они не столь масштабны, но все же. Жители 20 строений в центре Барнаула еще две недели будут пользоваться тазиками и греть воду. Речь о домах на проспекте Социалистическом и улице Молодежной. Туда горячую воду энергетики обещают вернуть только к 20 июля. Хотя большая часть жителей по контуру ТЭЦ-2 уже давно ее получили. Причины задержки в СГК называют несвоевременную отправку поставщиками железобетонных плит, на которые укладывают новые трубы. Работы просто встали. Хотя есть и еще причины. В этом году он уникальный, во-первых, по большому объему работ, который мы проводим. Именно в планах перекладки у нас 30 километров сетей переложить. Лето у нас очень короткое. Вторая проблема – это все-таки проблема с ковидом. Она коснулась всех. В том числе и наше предприятие. Люди одни и те же. Приходится людей садить на самоизоляцию. Следующее плановое отключение запланировано по контуру ТЭЦ-3 на 13 июля. Горячей воды не будет в полутора тысячи строений. 21 июля начнут устранять найденные проблемы. Воду по контуру ТЭЦ-3 планируют вернуть к 3 августа. В Барнаульском аэропорту задержан несостоявшийся террорист. Сотрудники ФСБ арестовали выходца из Средней Азии, который планировал через Москву отправиться на Ближний Восток, чтобы воевать на стороне исламского государства. Напомним, эта организация запрещена в России. Установлено, что иностранец проживал в крае по трудовому патенту. О его намерениях поехать на священную войну узнали из онлайн-переписки. За отдельную плату он выполнял задания своих кураторов, собирал информацию о местах массового скопления барнаульцев, делал фотографии зданий и привязку к местности. После этого я решил уехать в Сурию и рядом братьям боевать против неверных. Кроме того, он организовал и активировал скрытый канал связи в сети интернет, который должен был использоваться для решения вопросов, связанных с террористической деятельностью. Как пояснил сам иностранец, он сделал это осознанно и целенаправленно для связи с братьями-маджахедами. Ну а теперь к праздничной теме. Они вместе учились, вместе работают и даже ковидный фронт прошли вместе. О такой молодой паре мы решили рассказать вам в День любви, семьи и верности. Этот праздник, кстати, оказался символичным для наших героев. Что для них значит 8 июля и остается ли время для себя при полном пересечении судеб, расскажем далее. Можете мне продиктовать фамилию вот этого мальчика, который у нас с подозрением на ковид лежит? За состоянием пациентов они следят даже дома. Наталья – невролог Краевой детской больницы. Артем там же – реаниматолог. Только с работы устали. Поздоровались друг с другом, с питомцами и за домашние дела. Необходимо знания подкреплять, что-то вспоминать, чтобы новое узнавать. Всегда надо в том насе быть. Еще бы, самый маленький человечек, с которым работал Артем, весил полкилограмма. И если эта литература – вопрос жизни, то для души Артем берет фантастику или биографии. С последних прохоруки мураками. Так и собирают домашнюю библиотеку. Читает, кстати, ежедневно. Наталья в это время на кухне, сегодня на ужин омлет. Стараются питаться правильно. Мы каждый день работаем в день. И плюс у меня где-то 4 дежурства в месяц. У супруга порядка 10 и более дежурств. Общее дело у пары со студенчества. Артем и Наталья – одногруппники. Говорят, врачу врача понять проще. Поэтому нет лишних вопросов о задержке с работы. Даже в красную зону ушли вместе. Но уверена, что главное испытание еще впереди. Мы обои не клеили. Настойшая проверка – это самим поклеить обои или переложить пол. А если без шуток, то Артем в супруге ценит открытость и доброту. А она в нем – честность и заботливость. И домашние обязанности делят на двоих. А сегодня на двоих работа. Как будут праздновать 8 июля, ответили не задумываясь. Я сегодня дежурю. Я тоже. Но вообще, да, для нас это праздник. В первую очередь. Потому что в этот день я сделал Наталье предложение. Кстати, вышло это случайно, но символично. С тех пор дарят в этот день друг другу что-то необычное. И мечтают об отдыхе за границей, когда закончится пандемия. А пока их маленькая семья – часть семьи общей, больничной. С десятком общих детей. Пациентов, за которых переживают каждый в своем отделении. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня на вокзалах Алтайского края весь день звучали признания в любви. Жители региона накануне Дня Семьи Любви и Верности присылали свои сообщения, чтобы дикторы зачитали их по громкоговорителям. А необычные акции далее. Диана, я влюбился в тебя с первого взгляда. Ты для меня самый важный человек. Моя область поддержка в России и моих снятиях. Я люблю тебя. Диана едва сдерживает эмоции от такого признания. С Алексеем она встречается год. Парень обманом завел девушку на вокзал. Сказал, что нужно забрать посылку с поезда. Он подошел, сказал, слушай. Очень внезапно и приятно. А для вас жизни когда-нибудь делали такие поступки? Нет, первый раз. Сам сочинял, сидел, выдумал, уложиться в эти 40 слов надо было. Вот, все вложил в них. Сегодня в День Семьи Любви и Верности на вокзалах региона звучат признания в любви. Дикторы по громкоговорителю читают сообщения, которые накануне получили от жителей. Такую акцию РЖД проводит впервые и пока только в Алтайском крае. Очень большое количество заявок. На сегодняшний день это более 100 заявок. Большинство из них они указывали желаемое время к трансляции своего сообщения. Мы надеемся, что вот такая вот акция, она вот в такие сложные времена добавит несколько нашему обществу доброты и теплоты. Ирина Чернышева, диктор Барнаульского ЖД вокзала, признается, что волновалась. Сегодня ей пришлось читать самые необычные тексты за долгие годы работы. Кстати, не исключено, что такие признания на вокзалах станут традицией. И вряд ли теперь у адресантов вокзал будет ассоциироваться с расставанием. Дорогие мама и папа, я люблю и всегда буду любить вас. Ведь в мире нет ничего важнее этого коротенького слова «семья». Ирина Корчегина, Николай Шелко, День с толком. Вставать в планку, приседать, качать пресс под открытым небом. В парке Изумрудной проходят бесплатные тренировки для представительниц прекрасного пола. Фитнес-центры уже четвертый месяц на замке. И это едва ли не единственная возможность привести себя в форму. К тренировкам на свежем воздухе накануне до отъезда в командировку присоединилась и моя коллега Валентина Аскерова. Привет, пастянут, кубики все туда вставленные. Сейчас пройду, посчитаю. Там все 12-й должно быть. Кардио, силовые, растяжка – комплекс упражнений длиною в час. На полянке не больше 15 спортсменок-любителей. С ковриком, водой, гирями и силой воли, которые приходится заново воспитывать после трехмесячного перерыва. Все упражнения под чутким руководством опытного тренера Натальи. Пока подопечные отдыхают, восстанавливают дыхание, наставник рассказала, почему уличный спорт подходит всем. Я изначально упражнения, которые сложные, скажем так, я говорю, если есть какие-то проблемы с вегетососудистой дистонией, с опорно-двигательным аппаратом. Говорю, какие нагрузки можно делать, какие нет. Что-то исключаем, какие-то подъемы головы, резкие повороты спины – это исключаем. Оставляем только необходимую нагрузку и поэтому подойдет для всех. Сколько сил есть? Шейка болит? Нет, тогда поднимаем. Заниматься дома лень, да и холодильник отвлекает, признаются девушки, а здесь под лучами солнца лень как рукой снимает. Здорово, что на природе и дистанция соблюдена, единение с природой, фитнес, худеем, все, что накопили за период самоизоляции, скидываем. Тренировки под открытым небом стали настоящим подарком для барнаульцев, в том числе и для меня. Я здесь уже второй раз, точно приду еще, хотя приводить себе форму после трехмесячного перерыва довольно сложно. Очень тяжело, все болит, руки болят, мышцы напрягаются, тяжело. Бесплатные тренировки в парке – это лишь часть возрождения Изумрудного, делится его руководство. В ближайшее время оздоровительными возможностями парка можно будет пользоваться на полную мощность. Это велобеговая дорожка, она будет вот примерно такой ширины, где будут и возможности ездить для велосипедистов, где будут бегать бегуны, ходить люди по скандинавской ходьбе, ну и просто прогуливаться люди, мамочки с колясками. К обустройству велодорожек обещают приступить уже в августе, ну а пока просто приходите в парк, дышите свежим воздухом и не забудьте захватить коврик и воду. Тренировки под открытым небом проходят дважды в день – в 11 утра и в 8 вечера. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. У меня на этом все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин